Пассажиры аэропорта Стригина сегодня весьма обеспуражены. Прямо в зале ожидания они слушают настоящую живую рок-музыку. Прямо сейчас до них выступает роскошная нижегородская команда ЕЛФ. А с минуты на минуту выступит известная во всеми знания группа Ромарио. Гулким эхом отдаются от стен терминала аэропорта Стригина резкие и бодрые аккорды группы ЕЛФ. Играют ребята уже более 10 лет и давно полюбились нижегородцам. Раз, два, три, раз! 15-минутное выступление пролетело как один миг. Музыканты признаются, что с удовольствием отыграли бы здесь полноценный концерт. Быстро, к сожалению, очень хотелось выиграть побольше. И люди вроде есть, и площадка интересная, и звук хороший. Но тайминг, 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 поэтому мы все четко работаем в графике. Мы вообще за любое кипершие движения, потому что очень интересно играть. Новая публика, новые локации, новый опыт и как-то, может быть, новые слушатели. И вот хедлайнер появляется в свете софитов. Импровизированный концерт стал полной неожиданностью для пассажиров, отбывающих из аэропорта Валерия Чкалова. Танцевать и петь песни им больше по душе, чем экраны смартфонов. Очень нравится, прям отлично. Отличный концерт. Очень здорово, что теперь эту группу можно послушать не только в Екатеринбурге и в Москве, но еще и в Нижнем Новгороде. Мне кажется, нам повезло. Мы как-то поможем скоротать время в ожидании рейса прекрасным людям, жителям или гостям прекрасного города. Потому что я в Нижнем Новгороде посещаю, ну, 2-3-4 раза в год. Необычный аэропортный тур группа «Ромарио» приурочила к знаменитому фестивалю «Юрал Мьюзик Найт», который уже 5 лет проходит в Екатеринбурге. Его называют самым посещаемым и демократичным фестивалем России. Фестивалю стало немножко тесно. И мы решили, что пора выходить из городского пространства, причем из городского пространства не только Екатеринбурга, но и искать города, которые по атмосфере, по отношению к музыке, по жителям похожи на Екатеринбург. Мы решили немножечко поделиться радостью. Для Стригина подобный опыт уникален. Впервые они устроили рок-концерт в своих стенах, да еще и буквально в пяти метрах от паспортного контроля. Да, это первый раз. Мы сейчас как раз посмотрим на практику, и, возможно, подобные мероприятия станут доброй традицией. Всего три города – Нижний Новгород, Самара и Ростов-на-Дону – принимают необычный тур. И в каждом из них с уральской командой выступает популярная местная группа. Такой бодрый концерт точно настроит всех присутствующих в терминале пассажиров на летную погоду и отличное настроение. И, конечно же, в финале концерта всех пригласили на фестиваль 28 июня. Ведь там будет 75 концертных площадок по всему Екатеринбургу, 60 музыкальных направлений и 2500 музыкантов из 25 стран. И что самое удивительное, все это абсолютно бесплатно. Даниил Воронов, Максим Веселов. Время новостей.